Итак, здравствуйте, друзья! С вами Синечков Юрий. И в этом занятии, в этом уроке мы с вами не просто сделаем какую-то законченную работу, а я поделюсь с вами своими приемами, методами рисования. То есть, сегодня вы увидите, как можно использовать определенные приемы при создании своих работ. Мы будем рисовать пейзаж, будем рисовать выражение лица. Кому интересно, если вы рисуете комиксы. Ну и также на примере портрета тоже вы увидите, как и что можно делать с помощью там... И вообще в этих уроках с помощью ластика, с помощью растушевки и так далее. Поэтому давайте будем внимательными и будем смотреть и будем рисовать. Итак, сначала мы с вами нарисуем пейзаж. Берем графитный порошок, высыпаем на лист бумаги и все это дело растираем. Полностью заливаем весь лист бумаги. Это ничего, что не однородное получается, как бы полотно, а такими пятнами. И сейчас мы будем рисовать ластиком. Ластиком мы рисуем тучи таким образом, вот как я показываю. Видео я ускорил, чтобы поместить больше информации за более, как бы, меньший промежуток времени. Вот, ластик, ну, я не знаю, какой у вас ластик, но вы можете экспериментировать с ластиком. Просто мы высветляем, высветляем, вот таким образом сделали тучи. Ну и теперь мы делаем, делаем горы. Высветляем тоже ластиком. Полностью рисуем ластиком. Поскольку я ускорил видео, то вы можете слышать только мой голос, но не слышите, как шуршит ластик. Или карандашом будем потом рисовать, да? Вот, отражение в воде, это у нас вода снизу будет. Так, берем растушевку и макаем в наш графитный порошок. И вот таким образом можем рисовать также, рисовать елки. Вот, рисуем на, так вдали елочки тоже, более мелкой растушевкой. Работаем, да? И сейчас отражение также сделаем, вот таким образом. Ну, елки ели. Вот таким образом создаем пейзаж. Карандашом еще не рисовали. Также, также горы. Горы. Вот такие формочки рисуем, как бы, те места, где нету снега. Нету снега, и там, как бы, более темные такие пятнышки. Так, еще одну елочку здесь сделаем. Вот так рисуем. Еще здесь уточним елочки. И, может быть, над вершинами. Так, еще ластиком высветляем. Если мы немножко затерли белый снег, то мы можем поправить ластиком. Карандашиком уточняем. Уточняем. Делаем больше контраста. Так, и смотрите, так сверху по еле, по елке. Чтобы больше объема дать, мы, как бы, немножко остреньким, остреньким ластиком, мы это все вот таким образом тоненько делаем. И продолжаем дальше рисовать елочки. Отдельные ветви. Более так прорисовано. Более прорисовано. И у нас так более-менее в объеме получаются елочки. Вот такие формочки рисуем. Передаем отдельные веточки. Так, берег и вода. Такие блики по воде делаем тоже ластиком. Так, берег. Можно попробовать. Карандашом лучше, да. Можно растушевкой тоже залить, затереть. И уточняем елочку. То же самое с этой елью. Тоже делаем уточнение отдельных веток. Еще раз повторю, что это ускоренный урок. Вот такой пейзаж у нас вырисовывается. То есть не обязательно делать копию. Рисуйте свои горы. Тоже самое формат листа может быть не таким, более широким. И на переднем плане мы рисуем какие-то там здесь у нас вода. На переднем плане вырисовываем такие формы воды. Так, немножко еще можно поработать над тучами. Вот так мы... Наждачкой я сейчас зачистил наш ластик. Потому что грязный был уже. То есть наждачная бумага нам всегда поможет очистить ластик. И выбеляю. Еще больше белого даю на тучи. Особенно сверху, где у нас солнышко падает. Да, сверху на тучи. И вот такой пейзаж у нас получается. Еще можем чистить ластик. Вот такой пейзаж. Хорошо, сейчас мы будем рисовать дальше. Дальше нарисуем несколько лиц. Как можно передавать эмоции. Как можно передавать разные эмоции, чувства и так далее. То есть сначала делаем общее построение. Нарисовали яйцо. Центральная линия и глаза у нас посередине. И вот таким образом мы рисуем лицо. Можете останавливать видео и повторять за мной. Сначала, видите, я делал набросок такой общей формы. Не сильно жал на карандаш. Более светлые такие линии у меня. И потом, когда идут уже уточнения, можно уже жирными линиями. И понятно, что это как бы... Может быть для тех, кто рисует комиксы, интересная информация будет. Так, давайте нарисуем еще одно лицо. Хорошо, опять яйцо рисую. Так, вот нарисовали брови, нос. Сейчас губы. Так, вот такой формы. Не подбородок. Сейчас нарисуем бровки, брови, морщины на лбу. Уточнение отдельных частей лица. Так, зубы. Вот такие зубки у нас получаются. Так, дальше рисуем глаза. Вот такие глаза у нас. Ну, вот такие формы глаз. Да, и... Дальше лицо, контур лица, лоб, уши. Так, и давайте дальше продолжим. Давайте сейчас нарисуем... Так, я здесь уточняю. И сейчас нарисуем еще одно лицо. Нарисуем еще одно лицо. Так, видите, опять построение. Вообще, ну, я уже линии не провожу. Просто уже знаю, где у нас брови, глаза, где у нас нос, где у нас рот. Так, и угадываем эмоции. Угадываем эмоцию, которую я сейчас рисую. Хорошо, давайте перейдем к следующему лицу. Очень легко делаем набросок. Сильно на карандаш не давим. Вот, сначала такой набросочек делаем, потому что если мы ошибаемся, мы можем использовать ластик и делать корректировочки. Можно стереть что-то и исправить. Сначала такой легкий набросок. Вот, частей лица, глаза. И рот у нас должен быть, чтобы там, где прищурен глаз, то немножко выше мы рисуем часть рта, приподнято так. И угадываем, что у нас получается, какая эмоция, какое чувство. Даже можно, может быть, стереть и более высоко поднять этот уголок рта. Так, вот я сейчас сотру. Может быть, немножко выше, да? Вот так, чуть-чуть выше получается. Вот. Такая эмоция. Так, давайте дальше пойдем. Следующее лицо. Начинаю с глаз. Глаза у нас по центру лица. Так, немного ниже носа. Так, вот так форма губ. Так, и уже видим, что у нас получается, да? Другая эмоция. Так, уши, лоб, волосы. Так, вот такая эмоция. Так, хорошо, перейдем дальше. Так, давайте нарисуем еще одну эмоцию. Так, уголки губ должны быть ниже. Вниз идут. И такие нахмуренные брови. Ну, понятно, наверное, вам, какая здесь эмоция. Так, давайте следующее лицо. Так, еще одно лицо попробуем. Так, ну и может быть еще одно лицо нарисуем и пойдем дальше. Так, брови. Брови. Вот такой формы. Теперь глаза. Глаза. Прищуренные глаза. И морщинки под глазами. И в уголках глаз. Так, глазки дорисовываем. Так, сейчас нос. Так, дальше складочки вот так, такой формы. И вы уже видите, что у нас получается, да? Какая эмоция. Так, и сейчас вот нарисуем и зубы. Как можно зубы рисовать? Такие треугольнички сверху, под верхней губой. И вот так идет форма зубов. Не полностью каждый зуб прорисовываем. Так, и нижние зубы. Вот так. Ну, и снизу треугольнички такие, да? Субтитры сделал DimaTorzok Вот такие у нас получаются люди. Мимика, эмоции, можно... Ну, есть другие, конечно, эмоции. Да, но мы только несколько нарисовали примеров. Несколько примеров. Так, немножко теней так набросаю быстренько. Так. И здесь немножко затеню. Хорошо, сейчас нарисуем цветы. Букет цветов. Сначала мы нарисуем эллипс. Потом центральную осевую линию. Так. И наметим другие эллипсы. Так. Чуть поменьше. Потом большой эллипс наметили, да? Вот. И поменьше эллипс. Соединяем. У нас получается кувшин. Или ваза. Что-то наподобие вазы. Так. Переворачиваем, чтобы проверить, насколько у нас ровно все. Неровно видим. Нет симметрии, можно подправить все. Так. И теперь дальше рисуем цветочки. Наверное, это у нас будут розы. Вот так рисуем формочки. Вот такие сначала, да? Так. И дальше вот так мы делаем наши цветочки. Создаем. в такой последовательности. Так. Это листочки. Такие формочки. Потом можно их сразу затушевать. Так. Довольно темным цветом. Затушевать. Довольно темным цветом, да? Вот такие формочки. Листочков. Рисуем листочки. Хорошо. Берем. Грязную растушевку. И вот так делаем объем. Так как бы по бокам заливаем. И дальше продолжаем. Последовательность не имеет значения. Читать. Дальше листочки, листочки, листочки. Побольше листочков. Побольше. И потом будем их объединять в группы. Так. Давайте еще один цветочек. Чтобы не парное число. Продолжаем рисовать наши листочки. И объединяем их тоже в группы. Не каждый листочек отдельно, а так группами, такими пятнами темными. Сам девятый бутончик у нас слева, снизу. Не видно его. Так. И делаем также объем кувшина нашего. Да? Вот так. Тоже грязной растушевкой. Так. И с этой стороны мы как бы делаем фон, чтобы выделить ту часть вазы, которая осветлена светом. Так. И фон у нас так затемняем. Затемняем. Можно это сделать либо растушевкой, либо тряпочкой. Так. Можем работать над уточнениями. Над уточнениями самих цветков. Бутончиков. Можно взять более твердый карандаш. Может быть HB. Мы работали с карандашом 2B, а теперь у нас HB или даже H. Чтобы у нас получилась более гладкая фактура. Так. И прорабатываем каждый бутончик. Мы рисуем в манере наброска. Это незаконченная работа. Просто мы как бы обращаем, обращаю ваше внимание на определенные приемы рисования. Что можно делать растушевкой. Что можно делать ластиками и так далее. Прорабатываем каждый бутончик. Еще добавляем листов побольше. Объединяем такие общие пятна. То есть мы не вырисовываем каждый листочек. Так. Тень. Вот. Падающая тень от вазы. Так. Сейчас берем лист бумаги и ластиком мы как бы более контрастно и ровно делаем. Ну скажем край стола что ли. Край стола. Так. Подчищаем. Убираем сейчас линию. Нужно линию убрать. Берем карандаш HB или H. И по краешку так. Тушевочкой делаем так, чтобы линии не было. Так. Здесь я затачиваю так карандашик, чтобы не острым, а плоскостью так работать. Чтобы тушевочка получалась красивой. Чтобы не было видно так. И здесь тень от падающих листочков. Вот смотрите здесь такие две формочки. Это тень от листков. Затушевываем растушевкой. Вернее тушевочкой делаем. И сейчас может быть еще растушуем. Растушевать можно пальцем, растушевкой или тряпочкой. Вот пальцем можно вот так потереть. Но пальцы будут испачканы. Немножко подчищаем. Где нужно подчищаем. Если больше времени выделить нарисование вот таких цветов, такой вазы. То конечно можно более аккуратно, более прорисованно и более реалистично сделать. То есть я делал это в быстрой манере. Вот получается у нас такой букет. Ну можно еще какие-то детали, может быть что-то подчистить и сделать более-более такими объемными сами бутоны. Вот такие розочки у нас получаются. Хорошо. На этом я прощаюсь с вами. Порисуем еще. Пока-пока. Порисуем еще. Порисуем еще. Продолжение следует...